Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня мы будем говорить про электронные словари, а точнее про Cambridge Dictionary Online. Почему именно онлайн ресурс? Давайте идти в ногу со временем и отдавать себе отчет, что на поиске слов время это можно хорошо сэкономить. Вместо перелистывания во все возможные стороны бумажной версии вашего словаря, в электронной достаточно лишь начать печатать в поисковой строке искомое слово. Согласитесь, это в разы быстрее и приятнее. Для людей, серьезно изучающих английский язык и уже достигших уровня, скажем, intermediate, я бы рекомендовал пользоваться именно этим словарем. Во-первых, это надежный источник, на который всегда не стыдно сослаться. А во-вторых, в отличие от англо-русских словарей, здесь делается акцент не на перевод слова, а на его толкование. Что это значит? Вот, например, вы переводите какую-то статью из области ботаники и встречаетесь со словом олеэнда. Англо-русский словарь сказал бы, что олеандр – это олеандр. Кембридж говорит, что это вечно зеленое, растущее на берегах Средиземного моря дерево или куст, которое никогда не сбрасывает листьев и имеет красные, белые или розовые цветы. И вы думаете, ага, так у меня складывается представление. Далее возьмем простое слово, например, полиис. Информация, которая появляется перед нами, называется словарной статьей. Здесь вы найдете все необходимое, что нужно знать о слове, а именно, определение слова, или, как еще говорят, дефиниция, примеры, в которых это слово может быть использовано. Второй вариант определения, соответственно, пример для второго варианта. Справа вы увидите возможные части речи нашего слова, существительное, либо глагол. Автоматически при запросе открывается статья в наиболее употребимой части речи. В нашем случае это существительное. Плура в квадратных скобках означает, что слово наше используется только во множественном числе. The police are investigating. При нажатии на красную иконку динамика вы услышите британский вариант произношения. При нажатии на голубую американский. В косых скобках представлена транскрипция. Она показывает, как правильно произносить слово. Соответственно, тоже в двух вариантах. Британский и американский. Обратите внимание, редакторы словаря не просто используют косые скобки, потому что именно в них показывается упрощенная транскрипция. С помощью квадратных скобок показывается продвинутая транскрипция. В ней видно связывание звуков в речевом потоке, повышение и понижение тона, придыхание и так далее. Изучается она на университетском уровне. А представленной здесь транскрипции вполне достаточно для правильного произнесения. Поэтому переходим к содержанию. Апостров сверху сигнализирует, что следующий за ним слог является ударным. А двоеточие говорит, что гласный является длинным. Проверяйте. У некоторых слов вы можете обнаружить вот такой ярлык. В нашем случае это A2. Он обозначает уровень языка, к которому относится слово. Сейчас вы можете посмотреть на полную шкалу этих уровней. Она используется в Европейском Союзе. И у нее три основных категории. A говорит о элементарном владении языком. B – достаточное владение. E – C показывает степень свободного владения языком. Каждая категория делится еще на два уровня. Кому-то привычнее вот эта шкала, разработанная британским консульством. Но, как вы видите, их можно соотнести. Наше слово «поль» из категории A2. А это означает, что студент знакомится с ним, достигнув уровня элементшери. Прокрутив словарную статью немного ниже, вы обнаружите настоящее сокровище. Ведь именно так с греческого языка переводится «тезаурос» – словарь близких по смыслу слов. Как он может пригодиться? Представьте, вы журналист и пишете какую-то статью про полицию, которая наводила порядок в городе после вчерашнего футбольного матча. Но вы не знаете, как по-английски будет та эффективная штука, используемая полицией для наведения порядка – резиновая дубинка. Вы открываете «тезаурос», и все, что вы видите здесь, так или иначе связано с полицией. Мы интуитивно предположим, что это «batten». У этого слова тоже может быть несколько значений. Мы ищем нужное нам. Это явно не дирижерская палочка. И даже не эстафетная. Вот оно. Средство обороны, используемое полицией. «Си» в квадратных скобках означает «countable» – исчисляемое. И слово может быть использовано во множественном числе. Чем еще полезен «тезаурус»? Представьте, в вашем сочинении слишком часто повторяется слово «police», и это вредит стилистике. Вы снова открываете вкладку и ищите подходящий синоним. Например, «faz». Это неформальный и, наверное, уже устаревший вариант полиции. «Scotland Yard» – так называют главный полицейский штаб в Лондоне. Или даже «the boys in blue» – это комическое название для полиции. Используется в неформальных ситуациях, о чем свидетельствует эта пометка. Волна сверху, или как ее еще называют, «тильда», показывает, что данный звук носовой. «Квассо». Рассмотрим еще несколько интересных моментов. В длинных словах, четыре слога и более, вы можете обратить внимание, что апостров ставится не только вверху, но и внизу. Так показывают двойное ударение. Верхнее – это «primary stress» – главное ударение. Нижнее – «secondary stress» – второстепенное ударение. Произносить такие слова нужно размеренно, делая оба ударения. «Administration». Точка внизу – «syllable break». Он делит слова на слоги. Это означает, что между точками все произносится слитно, и никаких пауз быть не должно. Если вы видите символ сверху, это значит, что его можно не произносить. Обратите внимание, что в суффиксе этого слова два гласных, но произносим только согласное. «shn». Вообще, это самый распространенный звук английского языка, и зовут его Сергей. Ой, я хотел сказать «shlap». Это был краткий обзор камеры в «dictionary online». Желаю вам получать удовольствие от работы с ним и от поиска новых слов. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok